На жилищном рынке Алтайского края стала преобладать частная застройка. Тренд на свой дом начался в 2016-м. За это время средние показатели введенных площадей в регионе выросли вдвое и в 2023-м составили полмиллиона квадратных метров. С начала 2022-го в России растет спрос на частный дом и инвестиционные привлекательные земли. Если обязательно построить дороги, сделать освещение и так далее, то следующий участок будет не 2 миллиона, а 3 миллиона стоит. И вот тогда мы можем уже понять, что за 3,5 миллиона их никто уже не возьмет. Вы местные? Да, местные. Такое ощущение, что с Москвы такие есть. Так говорят эксперты, формируется еще один мыльный пузырь в недвижимости. На волне ажиотажа или мечты о своем доме не все реально понимают, что они покупают. Например, село Шахи, которое расположено у нас рядом с городом Барнаула. Той точечной застройкой, которая происходит с теми людьми, которые приезжают, у нас начинаются определенные напряженные моменты с водой, с теплом. Люди хотят ездить по комфортным дорогам. Люди хотят пить хорошую чистую воду. Люди хотят пользоваться понятным, надежным электротеплом и водоснабжением. Закончено строительство нового детского сада в селе Кирсово. Кроме того, у нас появилась школа на 360 учащихся в селе Павалихо. Вскоре появится еще одна школа в селе Павалихо. Купив участок земли пять лет назад и обжив дом, сейчас люди требуют дорог, коммуникации, интернета, социальных объектов. А у сегодняшнего покупателя эти требования по умолчанию. Давление особенно испытывают Барнаул и близлежащие к нему районы. В Первомайском в прошлом году ввели 110 тысяч жилых квадратов. Мы это замечаем, увеличение доли домов, которые строятся уже по типовым, унифицированным проектам. Постепенно мы уже можем говорить о том, что мы переходим к индустриальным методам возведения индивидуальных жилых домов. Это когда закладываются улицы, кварталы. По словам экспертов, сейчас в стране ищут способы решения инфраструктурных вопросов для частных домов. И разрабатывают ипотечные механизмы для таких объектов. Государство планирует и к этому идет уже развитие застройки за счет в рамках финансовых взаимодействий покупателей-застройщиков. Да, это аналог квартирного жилья, когда строятся дома, улицы, возможно, квартальная застройка. И в рамках вот этой работы ведется попытка создать механизмы того же скорого финансирования. Но есть и еще одна проблема. Оказывается, у нас в Алтайском крае земли нет и для малоэтажного строительства. К сожалению, нету ванка этого земли, ни в муниципальных образований. Участники обсуждения не раз подчеркнули, что все эти годы сфера ИЖС в крае развивалась скорее вопреки, а не благодаря. Тем временем в регионе знакомятся с подходами к малоэтажному строительству в других субъектах. И, судя по темпам, в ближайшем будущем снижение желающих купить свой домик в современной деревне меньше не станет. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.